Встреча к продажам Каждая вторая встреча заканчивалась продажей продукта Каждая вторая В той группе каждая седьмая Это лучший результат А худший каждая девятнадцатая встреча Вы представьте себе 18 человек, которые пришли Промуружили голову сотруднику отделения Менеджер, не важно, начальнику, операционисту Они промуружили ему голову и ничего не купили То есть Вот эти Скажем так Гонения За количеством встреч Ничего хорошего, кроме Разочарования Не приносит Важно все-таки сконцентрироваться на том Что во время разговора говорит сотрудник Пусть клиент откажется, но придет и купит Если вы можете потом посчитать Этот эффект Как правило Ну это реально посчитать Если это ваши клиенты У вас есть CRM-система У вас есть какие-то Идентификаторы Не знаю Там налоговый номер Еще что-то То есть можно посмотреть Вы ему звонили А он там в течение месяца Купил продукт Ну наверное С некой долей вероятности Это ваша заслуга Пусть он вам во время разговора Скажет нет Но пришел купил И так далее И тому подобное Объясню Мысль более так подобна Я долго думал включать Не включать Но после разговора в пятницу С одним HR-директором Понял, что нужно все-таки включить Последние лет 15-20 Есть такая Преобладает стойкое убеждение Что у каждого покупателя Есть некие потребности И достаточно просто Углубившись через вопросы В эти потребности Так слой за слоем Снимая там шелуху Что-то неважное Докопавшись до сути И поняв, что нужно клиенту Просто мы подбираем ему продукт И клиент покупает Это уже по любой цене Которую мы ему предлагаем Все гладко на бумаге Все вроде бы здорово Вопрос И клиент с нами всем делится Главное там чуть-чуть поглубже Так копнуть С помощью хороших вопросов Альтернативных, закрытых Наводящих Объясняющих Как их только назови Суть вот в чем Вся эта концепция строится На одном предположении Клиент знает и понимает Что ему надо А что если клиент не знает Или не понимает, что ему надо Что если ваши мамы Простой пример Ваши мамы и бабушки Раньше не пользовались Да и вы тоже раньше не пользовались Мобильным телефоном Кто-то только считал, что это дорого Кто-то считал, что ну зачем мне это надо Хотя сейчас пользуется Вот Но ваше объяснение своей маме Что это просто Там те же смс-ки Там возможно имейлы Открыло для них целый новый мир Вот И теперь они постоянно вам С вами общаются И так далее и тому подобное Так вот Потребность Была в вами сформирована Вы рассказали Как пользоваться Хотя до этого Ваш клиент по сути Мама считала, что это вообще не надо Это лишнее Зачем Вот это деньги Излучение Еще что-то Там Пятое, десятое И так далее Поэтому, как мне кажется Точка приложения усилий Здесь должно быть Не то, чтобы обучать Только вопросам А Обучать более комплексно Еще и Рассказывать Как другие клиенты Используют эти продукты Во благо себе Да То есть Объяснять Рассказывать Показывать Грубо говоря Обучать клиента Правильно пользоваться Вашими продуктами Как бы это странно Не звучало Покажу потом Чуть в конце В конце вебинара Будет Три фрагмента Записи разговора Там Вы сможете услышать Это более Более так подробно Воочию Перед тем Как мы Разберемся Что еще Все же Вот Это такие спорные моменты В чем-то они хороши В чем-то не очень Нужно просто учитывать Вторую сторону Медали Есть еще Ряд важных моментов Которые присутствуют В обучении Без которых нельзя И которые тоже влияют На На все Что происходит Дальше с продавцами В компании Их жизненный цикл И так дальше У меня вот такой вопрос Заготовлен Кто-то его слышал Кто-то знает Возможно Кто-то не знает Сколько времени В вашем бизнесе Нужно для подготовки продавца Вот можете написать В чате В общем В днях В месяцах В неделях Не важно В вашем бизнесе Сколько нужно времени Для того Чтобы подготовить продавца Вот Три дня Две недели Полгода Неделя Пять дней Неделя Еще Еще варианты Полноценно Месяц Три-пять дней Я не Ну Нет никакого стандарта У вас У вас просто Вот для себя Ну От нескольких дней До До месяца Ну в среднем Месяца двух В среднем Вот С моей точки зрения Вопрос в корне Неверный Правильный вопрос Звучал бы Наверное так Две недели Правильный вопрос Наверное Звучал бы так Это Сколько клиентов Должен потерять Продавец Или компания Прежде чем Он обучится Вот если мы можем Измерить Сколько клиентов Нужно Для того Чтобы сотрудник Обучился Ну плюс-минус В среднем Мы понимаем Его ценность Каждого клиента Продолжительность Сотрудничества С компаний Мы можем Измерить Эффект От обучения Причем Измерить Эффект Обучения В деньгах Да Это непросто Но это все равно Будет более Релевантный Показатель Чем Время Для обучения Продавцов Потому как Разные люди Тут важно Не время А интенсивность Нагрузок Я сформулирую Мысль по-другому Только С того Что сотрудник У вас был Три месяца И он сделал Четыре звонка У кого-то За три дня Он будет Пыхтеть так Что у других За месяц Только не сделает Тут важно Интенсивность Нагрузок И Вот Можно посчитать Конечно Какой-то Эффект От обучения Если Вот Вам Известна Ценность Клиента Вам известно Сколько мы теряем Клиентов На этапе обучения Мы можем Посчитать Продолжительность Сотрудничества Клиента С компанией Вот Ну и Насколько сократился Вот Сократилось Количество Утерянных Клиентов Во время обучения Вот это и есть Эффект от обучения То, что вы можете Представить Своему руководителю Почему важно Выделить Больше времени На обучение Или там Важно привлекать Кого-то К обучению И так далее И тому подобное Не просто Буду говорить сразу Но это хотя бы Более-менее Какие-то Вменяемые цифры Которые можно Посчитать Потому что По-другому Ну Я очень долго Искал Как вообще Исследовать Есть ли вообще Какие-то исследования На тему Влияния обучения На результат Наверное Самые Такие Интересные исследования Я встретил У Нила Рекхема В книге Спин-продажи Ну и то Кому интересно Почитайте Там первое приложение Книги Там все Очень четко И подробно написано Что однозначного Вывода сделать По этому поводу Нельзя вообще никак Итак Идем дальше Расскажу вам Про бизнес-ангелов И бизнес-дьяволов Вы о них точно знаете Слышали Особенно Это характерно Для стартапов Конференции Наверное По стартапам Вы слышали Бизнес-ангелы Это Такие люди Которые Помогают Молодым Предпринимателям Найти инвесторов Занимаются Менторством Помогают Скажем так Изменить Бизнес-модель На более Конкурентную А бизнес-дьяволы Это люди Которые Несчадно Так Критикуют Поддают Сомнению Все Чем занимаются Стартаперы Или там Молодые Предприниматели Так вот То что Используется В мире Бизнеса И часто Большого бизнеса Очень важно В том числе И в обучении Сотрудников Внутри Компании То есть Если это Хорошо действует На масштабе Компании То почему бы Это не действует Не должно было бы Действовать В масштабе Внутри Компании Проектных Групп Команд И так далее Очень важно Особенно На первом этапе На этапе Входа Сотрудников Компании Не говорю Продавца Именно Сотрудников Компании Чтобы у него Был такой Бизнес-ангел Который Защитит Его От ошибок Которые Обязательно Будут Допущены То есть Сотрудник Обязательно Допустит Степени Величина Ошибок Которые Он допустит И важно Чтобы был Человек Который Во-первых Отмажет Его От ответственности Какой-то Период Времени Не говорю Постоянно Но Какой-то Период Времени Второе Объяснить В чем Заключалась Ошибка Какая Другая Альтернатива Модель Поведения Должна Была Быть И К чему Она Может Привести С другой Стороны Очень важно Чтобы были Такие люди Как Бизнес-дьяволы Это Такие Критиканы Иногда Часто Они могут Быть Эмоциональными Но Они Задают Драйв И темп То есть Постоянно Подстегивают Говорят Что Может быть Лучше Намного Лучше Это Так Себе Это Фигня Есть Реально Покруче И так Далее И тому Подобное Они Создают Некое Конструктивное Давление Если Это Не В Перегиб Когда Личность Человека Затрагивается И Ее Унижают Федор Снял Фразу Просто С языка Бизнес Ангел И бизнес Дьявол Могут Может быть Одним И тем Же Человеком Это Роли Человек И Наставник В данном Случае Просто Меняет В зависимости От Ситуации От Положения Вещей От Его Оценки Обстоятельств И так Далее И тому Подобное Это Может быть Один И тот Же Человек Важно Чтобы Не Создавать Чрезмерно Комфортные Условия Для Сотрудников Так же Как И Не Создавая Для них Постоянную Невыносимую Обстановку Стресса Когда Сотрудники Жить в стрессе Так же Как В райском Саду Это Никак Не Мотивирует Людей К прогрессу Должен Будь Баланс Изменения Векторов Притяжения Я еще Кстати Забыл Сказать Когда Мы Говорим О Наставниках Мы Говорим Не О Некой Штатной Единице Мы Говорим Не О Супервайзере Не О Старшем Операторе Не О Тим Лидере Мы Говорим О Роли Которую Могут Выполнять Все Эти Сотрудники Ее Может Выполнять И Руководитель Отдела Управление Направление Контакт Центра Директор Собственник Ее Не То Чтобы Можно Ее Должны Были Должны Выполнять Все Эти Люди О Она Очень Универсальна Мы Говорим Сейчас О Роли А не О Должности Человека Вот Поэтому Бизнес Ангелы Так же Важны Как и Бизнес Дьяволы Нельзя Чтобы Комфорт Был Чрезмерным Так же Как и Нельзя Создавать Чрезмерную Обстановку Постоянного Невыносимого Стресса Дальше Еще Два Таких Понятия Как Память Поколений И База Знания Что Такое Память Поколение Это Когда Каждое Следующее Поколение Продавцов Который У вас Появляется Воспринимает Достижение Предыдущего Поколения Как Нечто Само Соборазумеющееся То есть Допустим У вас Были Продавцы Поколения А Которые Делали Там План на 130 Процентов Это Считалось Вау Вау Пришло Поколение Б И Теперь Для них 130 Это Норма И Каждое Следующее Поколение Которые Приходят Через Год Два Три Оно Воспринимает Достижение Предыдущих Как Нечто Ну Окей Есть И Есть Я Пришел На Такие Условия Чтобы Выделиться Им Нужно Прыгнуть Выше Им Нужно Пробежать На Секунду Быстрее На Метр Дальше Еще Что То Еще Что То Я Считаю Нормальным И Здоровым То Раз В Несколько Лет Продавцы Обновляются Полностью Более Того Я Считаю Вредным Если В Компании Продавцы Задерживаются На Очень Долгое Время Ну Я Честно Не Говорю О Руководителях Я Говорю О Рядовых Сотрудниках Которые Задерживаются На Одной Позиции В Контактном Центре Продавая Один И Тот Ж Продукт На Несколько Лет Во Первых Это Очень Вредно Потому Что Сотрудник Перестает Обучаться Чему-то Новому Ну Хотя Б Попробуйте Изменить Для Него Проект Пусть У Него Нарастут Мышцы В Других Местах Он Тренирует Немножко Свои Другие Скиллы Или Если Это Возможно Перейти В Другое Направление Вот Поэтому Как Рекомендация Я бы Сразу Ну Я Так И делал Это Сразу На Собеседование Говорит Что Я Понимаю Что Ты Здесь На Время На Год На Два Сколько Мы Не Проработали Но Максимум На Три Потому Что Если Ты За Три Года Не Вырастешь До Уровня Чуть Повыше Должность То Нам Придется Расстаться Ты Все Возьмешь Отсюда Твоя Задача Сколько Мы С Тобой Не Проработали Взять Отсюда Максимум Только Не Канцелярии Не Бумаги А Вот Именно Навыков Поэтому То Что Ты Должен Сделать Обучиться Максимальному Количеству Навыков И Полезных Знаний Которые У тебя Будет Такая Возможность Вторая Вещь Которую Я хочу Сказать Это База Знаний Они Очень Сильно Связаны Поэтому Я В одном Слайде Объединял База Знаний Вещь Которая Есть У всех Но Которой Мало Кто На самом Деле Реально Занимается Я Частенько Прошу Когда Приглашают Тренинг Прочитать Корпоративный Или Открытый Я прошу А можете Показать Ваши Лучшие Примеры Продаж Не Не надо Можете Просто Включить Мы Послушали Разберем И Дальше Следующее В Переписке Этот Сотрудник Который На тренинг Не важно Руководитель Не руководитель Он Говорит Маша Петя Вася Пожалуйста Скиньте Ваши Лучшие Примеры Продаж И Вот Это Просто Капец Если Честно Потому Как Ответственность За наполнение Базы Знаний Никогда Не может Быть Делегирована На уровень Сотрудников Ответственность За наполнение Базы Знаний Несет Непосредственно Наставник Он Мотивирован Ему За это Платят В его Роль И обязанности Входит То Чтобы Наполнять Эту Базу Знаний Он Может Искать С ними Вместе Но Какие-то Интересные Примеры С ним Могут Делиться Но Просить Чтобы Сами Сотрудники Выбрали Что-то Лучшее Им Часто Не хватит Квалификации Где-то Даже Наглости Сказать Что Вот Мне Нравится Это И В этом В этом Смысле Это Огромнейшее Зло Когда На самом Деле Базой Знаний Не занимаются Те Кто Должны Ею Заниматься Непосредственно Наставники Они Должны Выискивать Хорошие Нехорошие Неважно Какие Примеры И Наполнять Базу Знаний Кстати О Примерах Зависла Программа Меня Не Слышно Напишите Плюс Если Кого Слышно Все Хорошо Будет Запись Если Кто-то Вылетал Он Сможет Посмотреть Послушать Вернуться К тому Фрагменту Вернемся К базе Знаний Важно Собирать Не только Удачные Примеры Не только Там Где Клиент Сказал Окей Все Хорошо Я приду Куплю За миллион Долларов То Что Вы Продаете Важно Собирать Примеры Где Сотрудник Выложился На Максимум Но Клиент Не Согласился Почему Потому Что Результат Не Контролируем Часто В Нашу Жизнь Постоянно Вторгаются Какие-то Случайности У Клиента Изменилось Обстоятельство Мы Договаривались Об одном Но Что-то Изменилось Банк В котором У него Были Деньги Разорилось Воры Вынесли Все Из Квартиры Ему Просто Не до Нас Бывают Обстоятельства Которые Влияют На Результат Но В Том Разговоре Он Еще Важны Записи С фейлами С ошибками Почему Кто-то Считает Что Нельзя Это Критика И так далее И тому подобное Ну Смотря Как К этому Относиться Во-первых Компания Уже Заплатила За эту Ошибку Компания Заплатила За то Что Сотрудник Ошибся Он потерял Клиента Так Почему Нам Не Использовать Это В благих Намерениях И целях Чтобы Огородить От этих Ошибок Других Продавцов Следующее Поколение Почему Мы Не Можем Этого Делать Раз Мы За Это Заплатили Конечно Здесь Важен Контекст Здесь Важно То Как Мы Преподносим Эту Информацию То есть Нам Не надо Очернять Не надо Говорить Вот Это Вася Пупкин Он Такой Идиот Посмотрите Что Он Делал Нет Без Зим Без Ничего Но Учиться На Ошибках Которые Допускала Наша Компания И Считаю Тоже Жизненно Важно И Важно Это Сохранять Точно Так же Как И Хорошие Примеры И Примеры Где Сотрудник Выложился Но Клиент Не Согласился Идем Дальше Влияйте На Мотивацию Сделаю Опять же Маленькое Отступление Чтобы Всем Было Понятно Я Уже Не раз Повторялся Есть Разница Между Стимулами И Мотивами Мотив Это Понятие Внутреннее Я Хочу Я Хочу Чего-то Добиться Я Хочу Скажем Так Расти Я Не Хочу Из Контакт Центра Уйти На Пенсию Да Работать Здесь 15 Лет Оператором Вот Поэтому Я Хочу Научиться Чему-то Чтобы За Что Мне Будут Платить Больше Вот Это Мотивация Все Остальное Как Правило Это Стимулы Деньги Поощрения Какие-то Подарки Это Стимулы Как Повлиять На Мотивацию Похвала И Критика Очень Важна Часто Слышишь Что Чрезмерно Схваливают Лучших И Гнобят Или Вообще Не Замечают Худших Обратите На Это Внимание И Хвалите Отстающих Находите За Что Кстати Кто Не Знает Чем Отличается Лесть От Похвалы Похвала Всегда Конкретно Лезть Это Ну Не За Что Похвала Всегда Конкретно Хвалите Отстающих И Критикуйте Лучших Лучшим Тоже Нужен Стимул Побудьте Для них Для Худших Такими Бизнес Ангелами А для Лучших Бизнес Дьяволами Опять же Не Перегибайте Конечно Поощряйте Всячески Поощряйте Конкуренцию Различные Конкурсы Соревнования И так Далее И тому Подобное Для продавцов Это критически Важно Ну И для того Чтобы Прощать Конкуренцию Старайтесь Подтягивать Средних К результатам Лучших Я Далек От мысли Что Всех Можно Обучить Одинаково Как мне Кажется Основная Зона Роста В целом Если Говорить О Подразделении Это Подтягивание Результатов Средних Сотрудников К лучшим Потому Что У лучших Как правило Во-первых Их Сложно Менять Они Уже Я Выкладываюсь На максимум И так По 16 Часов Работаю И так Далее И тому Подобное Но Есть Свои Нюансы Со Средними Сотрудникам Чуть Легче Легче Работать В том Плане Что Ты Можешь Сказать Видишь Вася Делает 130 Значит Это В принципе Возможно Подумаем За счет Чего Что Ты Можешь Там Сделать Звезд Мало Лучших Всегда Они Единицы Может Быть Даже Один Средних Сотрудников Намного Больше И Вклад В Целом В результат Они Способны Принести Намного Больше Если Лучший Сотрудник Улучшит Свою Продуктивность На 5% То В общей Массе Вы Получите 0,2 Если Средние Сотрудники Улучшить Свои Результаты На 5% То Вы Получите Допустим Плюс 3% К Результату Но Если Говорить О Худших То Тут Смотрите Опять же Почему Они Худшие Как Они Во-первых Попали Второе В компанию Второе Тули Работу Нет Плохих Людей Есть Работа Которая Не Подходит Именно Для Этих Людей Если Есть Возможность Их Чуть Поразвивать Пообучать И У вас Есть На Это Ресурс Ну Попробуйте Конечно Если Эта Эпопея Продолжается Долго Ну Нужно Наверное Что-то Решать В этом Случае В одной Простой Причине Если Вы Эту Проблему Не Решите Сейчас То Не Знаю Через Год Через Два Через Три Вам Придется Решать Где Вам Работать Рано Или Поздно Ком Проблем Вас Конечно Накроет Ничего Плохого В том Не Вижу Что Лучшие Будут Уходить На Их Место Будут Приходить Опять же Возвращаясь К памяти Поколений Нужно Не Удерживать Лучших А Нужно Делать Так Чтобы За То Время Пока У Вас Есть Лучшее Они Сделали Настолько Впечатляющий Результат Настолько Крутую Карьеру Чтобы Мы Могли Это Использовать Как Кейс Секс Стори Посмотрите Человек Пришел К нам За полгода Добился Таких Феноменальных Результатов А сейчас Руководитель Отдела Продаж В другой Компании Это Возможно Ничего Плохого В этом Не Вижу Это Вопрос С Валерией Если Не Работать С Мотивацией Лучших Они Вскоре Уйдут К другим Используйте Как Секс Стори Для Того Чтобы Мотивировать Результат Общий Вклад Которых Будет Существеннее И так Идем Дальше Оценка Продавца Наставником Если Была Возможность Одну Единственную Рекомендацию Дать Как Оценивать Сотрудников Она Бы Сводилась К Одному Единственному Вопросу Все Возможно И Зависящее От Тебя Ты Сделал Для Достижения Прогресса В Переговорах Вот Если Продавец Вот Я Как Наставник Говорю Что Ты Сделал Все Возможно И Не Важно Что Ответил Клиент То Ты Красавчик Ты Молодец Ты Ты Реально Тот Человек Который Нужен Нашей Компании Если Я Вижу Что Есть Какие Зоны Развития И Лучший Эффект Будет Производить Поэтому Для Меня Вот Таким Краеугольным Камнем В Оценке Сотрудников Является Особенно Продавцу Является Вопрос Все Возможно И Зависящее Подчеркну Вот Это Слово Возможно И Зависящее От Тебя Ты Сделал Для Достижения Прогресса Переговорах Если Все И Даже Не Важно Что Клиент Отказал Ну Ты Красавчик Ты Молодец Как Повысить Лояльность Продавца Это Такие Очень Люди В Хорошем Смысле Специфические Очень Много Людей Не Подходит На Эту Работу Ну Это Нормально Вот А Те Кто Подходит Могут Быстро Уходить Значит Я Использовал Способ Работы С Резюме Раз Квартал Значит У вас Допустим Две Ситуации Есть Новый Сотрудник Есть Сотрудник Который Чуть Больше Проработал У вас Значит Новый Сотрудник Приходит Как Правило К вам С чистым Резюме Как Правило Закончил Один Из Классов Отучился В Бурсе И Там Дальше Еще Какие Фразы Типа Целеустремленный Стрессоустойчивость Ну И Какая Еще Бодяга Которые Реально Проверить Невозможно Во время Интервью Вот Значит Работаем С резюме Каждый Квартал Добавляем В его Резюме Садимся Вместе С ним И пишем Чему Он Научился То есть Каким Таким Навыком Он Обладает И Ценным В резюме То есть Он научился Задавать Такие Вопросы Аргументированно Доносить Свою Точку Зрения Он Научился Приводить Такие Примеры Которые Там Не знаю С одного Раза Клиента Убеждают И вот Вот это Можно Прямо Вписывать В его Резюме А если Вы еще Подкрепите Это Какими-то Записями Разговоров Там Фрагментами Даже Не запи Фрагментами Реально Крутых Вещей И вот Так Каждый Каждый Квартал Это Реально Напряженная Такая Работа Это Реально Скажем Так Много Времени Занимает Но Это Очень важная Работа Если Вы сможете Показывать Им Как Растет Их Резюме Вглубь Проработка Резюме И можете Подкрепить Это Примером Это Стимулирует Скажем так Мотивирует Поработать С вами Дольше И поучиться У вас Чему-то Еще Не Бегать Там С компанией В компанию За Лишних 300 Рублей А В этой Компании Я могу Научиться Чему-то Такому Что Позволит Мне Зарабатывает Не 20 Тысяч Рублей А 30 40 50 Уже Там Через 6 12 Месяцев Вот Это Мотивирует И Ну Попробуйте Мне Лично Очень Нравится Этот Прием Я Его Практиковал Регулярно Мне Кажется Вещь Очень Такая Практичная Полезная И Важная С точки Зрения Развития Сотрудников Пару Слов О Сценариях Значит Когда Перестают Работать Сценарии Как Вы Думаете Сколько Сценарий По Времени Может Проработать Можно Опять Жив Днях В Месяцах Не Не Знаю В Неделях Написать В чат По Вашему Мнению Вот У вас Сценарий Месяц Сценарий Работает Ну Все Согласны С тем Что Он Рано Или Поздно Перестает Работать Вот Сколько Два Три День Месяц Какие Еще Варианты Есть Ну Не Стесняйтесь Спешите Тут Нет Правильных И Неправильных Когда Клиент Уже Знает Тоже Хороший Ответ Неделя Один Звонок Это Вопрос Две Недели Вот Нельзя Определить Нужно Смотреть Фидбэк От Клиента Ну И Наверное Я Соглашусь С Таким Минем Что Сценарий Перестает Работать Очень Быстро Я Б Сказал Так Сценарий Перестает Работать В момент Когда Его Отдают Сотрудникам Как Только Его Отдали Сотрудникам Он Уже Не Работает Ну Есть Конечно Счастливые Случайности Это Совсем Не Значит Что Со Сценарием Не Нужно Работать Как Раз Нужно Работать Но Есть Некоторые Ограничения Объясню Мысль Так Более Подробно Сценарий Это Всего Лишь Отображение Например Моего Видения Продаж Клиентам Вашей Компании Притом При Всем Я Не Способен Предусмотреть Все Многообразие Вариантов Которые Будут Возникать Во Время Разговора Поэтому Для Новых Сотрудников Вообще Зеленых Сценарий Очень Важны Потому Что Им В любом Случай Нужно На Что Опереться Они Сразу Прогибаются Если У них Ничего Нет Первое Нет Первое Слово Клиента Откуда Ты Знаешь Мой Телефон Они Сразу Опрокидывают Продавца Поэтому Важно На что То Опереться Но Дальше Важно Переходить Не к Сценариям А к Микросценариям То есть Неким Таким Заготовкам Маленьким Кейсом Фрагментом Уже Из которых Сотрудник Будет Сам Лепить Ту Паутину Вокруг Клиента Мы Даем Ему Кирпичики Из которых Он Может Построить Любой Замок Любой Дом Не знаю Любую Фабрику Которую Только Захочет Опять же Буквально Через Пару Слайдов Примеры Поэтому Сценарии Очень быстро Перестают Работать А если По ним Работать Еще Месяцами И Никто Не Удосуживается Разбить Их На Какие-то Интересные Фрагменты На Микросценарии На Аргументы Там Отдельные Вопросы То Это Может Сильно Навредить Вашему Бизнесу Можно Потереть Много Клиентов Хотя Без Сценарии Сразу Скажу Вообще Нельзя Нужно Все Таки На Что-то Опираться Есть Такая Фраза Старая Армейская Поговорка Ни Один План Не Выдерживает Столковение С врагом Как бы Тщательно Вы не Готовились К битве Как бы Не Анализировали Каждый Сценарий Того Что Должно Произойти Реальность На поле Будет Неизбежно Иной Это Очень Важно Учитывать Итак Последнее Перед Записями Разговоров Что хотел Сказать Когда Клиенты Вам Сотрудники Вам Говорят Это Не Работает Я Уже Повол Я Много Раз Слышал От Руководителей Что Делать В Таких Ситуациях Ты Допустим Говоришь Попробуйте Вот Это А Ди Говорят Слушай Мы Это Уже Пробовали Это Реально Не Работает У Мне Есть Очень Простая Эффективная Техника Если Это Удаленно Я Прошу Запись Разговора Я Не Верю На Слово Ну Практически Никому То Есть Как Правило Все Врут Как Правило Никто Толком Ничего И Не Пробовал То Есть Отмазка И Желание Есть Такая Защитная Функция В Человеке Не Только В Продавцах Или У Того Кому Вы Задаете Такой Вопрос Она Есть В том Числе И Во Мне И Во Всех Нас Функция Защитная То есть Если Мы Что-то Делали Мы Не Можем Сразу Так Отказаться И Сказать Да Мы Последние Несколько Лет Месяцев Неважно Сколько Времени Шли Не В Том Направлении Есть Какие Очевидные Другие Вещи Которые Тоже Работают Эффективно Даже Возможно Намного Лучше Но Мы Их Не Использовали Потому Что Что Сказать Сознаться Себе В том Что Ты Идиот Очень Сложно Конечно Поэтому Включается Такая Защитная Функция Организма Мы Пробовали Это Не Работает Садитесь Вместе С ними Рядом И Говорите Делаешь 20 Звонков И Употребляешь Вот Это Первых Пару Звонков Как Правило Выходит Ну Извините Уже За слово Выходит Хреново А потом Получается Чуть Лучше 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 И Где-то Там Через Пару Звонков К десятому Начинает Работать Уже Намного Лучше То есть И В этот Момент У него Начинает Получаться Он Понимает Ограничение Того С чем Он Работал Он Выходит Из Зоны Комфорта Но Не попадает В Постоянную Зону Некомфортно Пробует Вместе С вами И Начинает Получаться Вот Тогда Этот Навык Начинает Приживаться Вот И Так же Чему Обучать Ключим Пару Пример А Еще У меня Есть Слайд Акцентирую Такое Внимание Что С моей точки Зрения Разговор С клиентом Нужно Учить Строить Не Вокруг Качество Услуг Потому Что Все Говорят У нас Качественно У нас Лучше У нас Уникальное Именно Для Вас 50 Тысяч Наших Сотрудников Отдели Маркетинга Сидели И Разрабатывали Вот Эту Карту Дебетовую Вот Это Такой Вот Вы Настолько Ценный Клиент Пожалуйста Воспользуйтесь Ну Это Ну Понятно Что Это Бред Вот Поэтому Разговор Нужно Строить Вокруг Измеряемого Очевидного И Существенного Результата Который Получит Клиент Этот Результат Должен Выражаться В деньгах Или Времени Потому Что Это Измеримые Какие-то Величины И Быть Понятным И Реалистичным Для Клиента Вот Один Из Примеров Чему Нужно Учить Искать То Чего Клиент Не Знает Я Не Воспользуюсь Этим Спасибо Я Не Воспользуюсь Прогноз Я Принципиально Не Беру Кредитные Карты И Не Беру Кредит А вы знаете Что больше всего В первую очередь Пугает клиентов При оформлении Кредитных Карты Ведь многие Как вы Тоже раньше Не пользовались А сейчас Активно Используют Знаете Какая самая Главная Причина По которой Карту Не Используют Или Кредит Например Ну По какой Это Переплата Каждый Из нас Не хочет Переплачивать Свои Деньги Правильно То есть Взял 10 тысяч А вернул 15 Никто Не хочет 50% Переплачивать Правильно Ну Конечно По нашей карте Тоже есть процент То тысяч рублей Допустим Да И переплатите Где-то 1020 Да Ну Я могу вам Доказать Что это не так Вот смотрите Вы с карты Снимаете 20 тысяч рублей За месяц Использование Этой суммы Вы заплатите Ориентировочно По процентам 294 рубля Если вы Через месяц Возвращаете Эту сумму Если вы Например Погашаете Задолженность На сумму 20 тысяч рублей Через два месяца То тогда Переплата Ваша Составит 573 рубля Если через Три месяца Переплата Составит 838 рублей Но на эти 20 тысяч Например Вы могли Купить Какую-то Бутовую технику С хорошей ценой Планировали Может быть Купить Холодильник Копили на него Деньги Может быть Несколько Месяцев Потом Увидели Холодильник С хорошей ценой Со скидкой Может быть В те же 20% Но мы Еще не Рассчитывали Его покупать Вы можете Взять И расплатиться Картой Потом Получили Зарплату Добавили К той сумме Которую Вы копили Пришли В отделение Через Грязмобильный Банк Как вам удобнее Погасили Задолженность Не переплачивая Зато Приобрели Товары С хорошей ценой Как вы Считаете Удобно Ник Ну Наверное Да Вот Правильно Пользоваться Картой Это можно Сделать Во благо Себе А это Я думаю По силу Каждому Из нас Так как Все мы Взрослые Скажите Пожалуйста Можем ли Мы пригласить Вас В отделение Банка Для Оформления Такой Карты Ну Можно Может быть Да Ну Хорошо Я могу Я использовал Всего лишь Фрагмент Записи Там Вся Запись Около Восьми Минут Много Возражений Типа Не надо Я принципиально Не пользуюсь И так далее И тому подобное Сотрудник Сознательно Пошел На обострение Разговора Сделал Скажем так Объяснил Сказал Да Почему Другие Клиенты Не пользуются И Сделал Из этого Утверждения Свою сильную Перешел В аргументацию Он сказал Понимаете 20 тысяч рублей Никому не хочется Там 50 процентов Платить Вот У болта Кто-то Называет Это Не важно Как это Называется Важно То Что Сотрудник Используя Понимание Того Что Клиент Не до конца Осознает Да Риски Какие-то Возможности Она использует Это себе И клиенту Во благо Второй Пример Это Более Такое Серьезное Более Серьезное Ограничение Точнее Даже Не Ограничение А Более Такое Резкое Обострение Разговора Когда Здесь нет Разговора На 8 минут Просто Послушайте Что Делают Вытворяет В хорошем Смысле Сотрудник И Присутствует В запользовании Деньгами Максимально Сниженная Ставка В размере 18,5% Годовых Нет 18,5% Заранее Не устраивает Спасибо Все Это не та ставка Это не та ставка По которой Вон Почему банк Предлагает Пенсионерам По 12 Какой процент Прошу прощения Я не ослышал Все 12 Да 12 В метро Висит На каждом шагу Банк Пенсионерам Предлагает На заборе Тоже Пишет Николай Сергеевич Прошу прощения Конечно 18 Меня не устроит 80 тысяч Вы можете Только дать Да 80 80 Смотрите Процентной Ставки 12% По потребительскому Кредиту России Нет И быть Не может Я согласен С этим Я тоже Не верю Я тоже Соображаю В этом У меня Устраивает 80 тысяч Да Можете Дать Да В чем Смотрите Ну Дальше Они там Договариваются О том Что Как И где Сотрудник Сознательно Использовал Некую Провокацию Пошел На обострение Разговора Для того Чтобы Ну Сразу Скажем Так Донести Некую Мысль До клиента Некоторых Вещей Не существует И Нужно Это Понимать Да То есть Если Тебе Предлагают Такие Вещи То На Чем То Другом Ты Потеряешь Поэтому Пожалуйста Давай Разберемся Там Вместе Достаточно Кто-то Скажет Это Спорно Это Спорно Только В том Случай Если Сотрудники Не обучены Принципам Работы С клиентами Они Не понимают Ограничений Техник Есть Такое Выражение Что В мире Существует Всего Десяток Принципов А Способов Решения Задач Миллион И Тот Кто понимает Этот Десяток Принципов Всегда Способен Подобрать Адекватные Методы И способы Решения Задач И наоборот Человек Который Не понимает Принципов Всегда Будет Подбирать Из этого Миллиона Способы Решения Задач Наугад Вот здесь Повезет Не повезет Сотрудник Чувствует За собой Силу Он Понимает Его Те Кто С ним Работал Наставники По записям Я чуть позже Что за компания И так дальше Те Кто с ним Работал Они Его Просто Подстраховали Дали ему Некие знания Больше Чем просто Про карту Или про кредит Вследствие чего Он понимает Ограничения Которые есть По этому Продукту Чем его есть И так далее И тому подобное Поэтому Донес Нечто Ценное Идем дальше У нас буквально Там пару слайдов Осталось Мы уже Заканчиваем С моей точки зрения 70-80% Времени Следует Посвятить Обучение Правильному Отношению К жизни сотрудников От работе И клиентов И только 20-30% Следует Уделять Реально Техникам Продаж Почему? Да потому Что вы просто Не способны Предусмотреть Всю ту гамму Разнообразных Способов Решения Задач Которые ваши Сотрудники Способны Придумать Для вас Тут важно Создать Условия Для того Чтобы Возникли Эти Эти Идеи Эти техники Эти интересные Примеры Вот Все попытки Меня как-то Попросили Вот записи Разговоров Я скинул После этого Не делай больше Такой ошибок Я обменял Записи разговоров На то Что мне Потом Пришлют Покажут Как они Их используют Это был Ужас Представьте себе Средистатистическую Компанию Которая Показывает Говорит Своим продавцам Что можно Говорить клиентам На заборе Тоже пишут Вы можете Представить Это просто Трэш И угар Такого Бреда Который Они несли Я даже Додуматься До него Не мог Поэтому Когда их Обучают Реально Фишкам Техникам Можете себе Представить А вот Для этого Клиента Это было Органично Нормально Это здорово Сработало И Клиент Сразу Он сразу Согласился Весь разговор Четыре минуты От представления До момента Обсуждения В каком отделении Он этот кредит На полгода Восемьдесят тысяч Возьмек Понимаете Четыре минуты Причем Изменение Вектора Движения Клиента На сто восемьдесят Градусов Было всего Лишь Одной фразой Вот Поэтому Когда вы Обучаете Принципам Методы Подбираются Сами собой Я еще вам Включу Интересный Пример Это Вот Вся разница Между Обучением Техникам Продаж И принципам Вот Если бы Это были Техники Продаж То Наверное Вы бы Никогда Ничего подобного Не услышали Просто Послушайте Пока Извините Не готов Я Оформляться Пока Где-нибудь Может быть Не в это Время Пока Не готов На данный момент Вас что-то Останавливает Ну У меня С По семейным Делам Игорь Александрович А если бы За эту карту Платить Ничего не будете Игорь Вы знаете Что я Хочу вам Сказать Дело Даже не в этом Понимаете Дело Не в этом Просто Мы сейчас Не готовы Заниматься Не то Что нам Она На текущий Момент Она нам Просто Нет необходимости Вот в чем Делать Так вы В таком Суще Игорь Александрович Если У вас В ней Нет необходимости Скажите пожалуйста Без необходимости Вы ее разве будете Использовать Ну Это Философия Уже Пасла Да Думаю Что это Не философия Игорь Александрович Да Просто Согласитесь Что в принципе Мы используем Вещи Абсолютно любые Только тогда Когда в них Есть необходимость Да Ну да Конечно Взять хотя бы Например Тот же Молоток У вас наверняка Имеется Обычный молоток Да Да Сейчас в руках Вот Соответственно Он вам потребовался Что вы его взяли в руки Игорь Александрович И намного более удобнее Скажем Сейчас использовать Молоток Сразу Сколько он у вас под рукой Нежели идти к соседу Просить молоток Болят На рынок Или в магазин Ики за молотком Чтобы купить Надо несколько гвоздей Собить Да Согласен Вот Точно так Кредитная карта Игорь Александрович В принципе Как и молоток Если он вам сейчас Не нужен Вы соответственно Его не используете Используйте Когда надо В принципе Вы все грамотно Разобрали Эту ситуацию Все это В принципе Да Все это Ясно Кредитную карту Сейчас можете Просто Оформить Получить Например В шкатулку Или в кошелек Как она вам потребуется Вы ее используете Это точно так же Будет намного Более удобнее Думаю Вместо того Чтобы денег у соседей Займопросить Или Вместо того Чтобы в банк идти Согласен В этом плане Вы правы Согласен В таком случае Игорь Александрович Я могу вам адрес Подсказать Когда вам будет удобно Тогда вы ее Давайте Вот это В этой записи Как раз и есть Разница между Обучением Принципом И техником Техники Вы наверное бы Услышали Почему отказываетесь Что вас останавливает И всякая остальная Лабудень Я вот Федор Барулин Говорит там Игорь Александрович Я вот согласен с вами Он не идеален Разговор вообще Я вообще не верю В идеальные разговоры В раз в другом Так же как сне И нет Насколько это влияет На результат Вот Поэтому Ответив себе На этот вопрос Вы поймете Стоит на это Обращать внимание Или нет Конечно же Лучше Ну конечно Можно всегда Что-то допилить Всегда что-то Сделать лучше Но Но не бывает Идеальных Скажем так Продаж Вот Итак Разницу Мне бы хотелось Чтобы вы ее ощутили Применительно И я заканчиваю Свой бинар Историей Опять же Про учителя История Как понять Что ты хороший учитель Как-то ученик Который долго Обучался в школе Путь торговли Подошел к учителю И спросил Учитель Скажи пожалуйста Как понять Что я готов Что я могу быть Хорошим учителем На что Учитель ответил Когда у тебя Появляются ученики Становится важно Не просто учить их Чему-то А помогать им Становиться лучше Или хуже Все зависит от того Как это знание Или умение применять Не раз говорил Что вклад учителя Не более 20% В обучении А 80% Это ответственность Самого ученика И еще давай уточним Что я думаю Из этих Учительских 20% Не менее 15% Это не передача Знаний или умений Не встраивание навыков А помощь в том Чтобы они Использовались Во благо Во благо себе И другим И это самое трудное И одновременно Самое важное В работе учителя Поэтому я Желаю вам Чтобы в вашей работе Именно примерно Такое же соотношение было Вы действительно Передали своим сотрудникам То лучшие важные цены Что вы можете Передать И сделаю еще Два таких Коротких Объявления Первое По записям разговоров Это сотрудники Компании Global Bilge Если кому-то интересно Я могу вас Свести с ними Можете дальше Сами обсуждать Обмен Не знаю Интересными мнениями Поделиться опытом И так далее Поэтому Кому Хочется Чего-то нового Приглашаю Написать Мне Или в фейсбук Или на мейл Я там покажу почту Я вас Сведу С сотрудником Компании Global Bilge А второе Это 2-4 июля В Москве И 23-24 июня В Алма-Ате Будет Большие тренинги По мастер-продаж По телефону Где будет Очень много Интересных Всяких штук Фишек И финтиклюшек И записей И будем разбирать И принципы И в том числе Даже записи Разговоров Сотрудников Точнее Участников Тренинга Которые Ну если вы Осмелитесь Конечно С собой взять Мы конечно Их хорошо Препарируем Ну чтобы Разобраться И понять В чем мы можем Быть лучше Все вместе Я готов Ответить на вопросы В закладке Вопросы Пожалуйста Можете Задавать Так Тренинг мастер По телефону Будет ли онлайн Нет Он очный Уже ответили У вас Звук Так Так Здесь Со звуком Со звуком Поотвечали Опять Звук 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 Коллеги Пишите Вопросы Алгейт Работает Это не работает А если Сотрудника 80 С каждым Сидеть Ну конечно С каждым Сидеть А что вы Хотели Смотрите Я вот Есть одно Правило Нельзя Экономить Время Во время Подбора Сотрудников И во время Его обучения Почему Да потому что Вы Сэкономив Здесь Не знаю Там Час Два Или Три Потом Себе Гемороя На месяц Набираетесь Когда Он Начинает Извините За слово Ложать И Ложать Очень Долго И Много Поэтому Вы Не находите Время На Того Чтобы С ним Позаниматься Зато Находите Время На То Чтобы Исправлять Его Ошибки Ну Мне Кажется Это Неразумно Неожиданно Неожиданно Запись Включили Да Неожиданно Порадовал Вас Хотелось бы Думать Запись Вебинара Смотрите Все Кто Зарегистрировался На Вебинар Будут Получат Ссылку С Записью Вебинара Как Развить Продажу Услуг Если Данная Отрасль Не Развита В КЦ Екатерина Можете Уточнить Я не Совсем Понимаю Честно Говоря Вопрос Если Дадите Чуть Больше Деталей Или Напишите В почту Готов Это Как-то Обсудить По Скайпу Потому что Не Понимаю Вопрос Пока Минимум Навыков К Продавцу По Телефону Мы Об этом Говорили Минимум Навыков Оно Есть В истории Учителя Я Даже Ее Открою Он Один Минимум Навык Вот он Здравый Смысл Если Сотрудник Вы понимаете Что Сотрудник Обладает Здравым Смыслом Он Может Здраво Представить Ваш Продукт То Он Готов Счем Нужные Записи В которых Продавец Выложился Но Клиент Не Согласился Для того Чтобы Понимаете Это Вам Нужно Стимулировать Их Биться До Конца В каждом Разговоре В хорошем Смысл Биться До Конца При Том При Всем Большинство Все равно Будет Отказов Это Нормально Они Должны Привыкнуть К тому Что Отказы Будут И Это Так же Естественно Но Вы Никогда Не Знаете В какой Момент И Как Разговор Обернется Вот Вы Услышали Записи Фрагменты Записи Разговоров По сути Все Отказы Но Если Был В каждом Из Этих Эпизодов Сотрудники Не Отрабатывали До Конца Они Бы Никогда Не Были Не Получили Согласие Визит Клиента В отделение И так Дальше Вот Для Этого Важно А Если Клиент Допустим В разговоре Знаете Почему Клиент Отказывается В самом Первом Фрагменте Если Ничего Страшного Не Не Произошло Он Бо И так И так Отказался Ну Что Чего Боимся Потерять Потерянного Клиента Мне Кажется Не Стоит Бояться Терять Потерянного Клиента Так Обрабатываются Только Входящие Запросы Так Екатерин Давайте Еще Раз Как Развить Продажу Услуг Если Данная Отрасль Не Развита ФКЦ И Обрабатываются Только Входящие Запросы Вы мне Чуть Больше Информации Напишите Я Готов Уделить Время В Фейсбуке Попереписываться И Более Развернуто Ответить Потому что Я сейчас У меня нет Какого-то Простого Ответа Волшебной Пилюли На все Случаи Жизни Юлия Стрельцова Кросс Продажи А вопрос В чем Роль Корпоративного Тренера Как Оценить Здравый Смысл Соискателя Смотрите Очень Простой Метод Которым Я пользуюсь Многие Просят Продать Ручку Бумажку Еще Что-то Во время Собеседования Спросите Человека Что Допустим Он нигде Не работал Худший Сценарий Из всех Возможных Он нигде Не работал Нет Никаких По сути Навыков В плане Работы Он приходит К вам И вам Нужно Проверить Подходит Он Годен Негоден Спросите Его В университете В институте В школе Чем увлекается В чем он Грубо говоря Разбирается И попросите Рассказать Вам об этом Объяснить Почему это важно Ценно Что его там Привлекает И послушайте Как он Объясняет Продавцу Важно Не парить Ему важно Объяснять Если он Клиенту Объясняет Нормально Если он Может Объяснить Вам Чем он Занимается Потому что Почему Это важно Почему Это его Прет То Скорее всего Есть Некоторая Доля Большой Вероятности Что он Вам Подходит А вообще Подобрать Продавцов Ну нельзя Сказать Что по Какому То Тесту Или Не знаю По глазам Можно определить Подходит Или нет Я много Раз Встречал Ситуацию Когда Оказалось Что сотрудник Безнадежен А потом Выстреливал И наоборот Человек Который Казался Во время Собеседования Ну просто Ну вот Хотелось Чтобы он Работал Там не знаю Такое Выдавал Ну такое Чудил Ну просто Нет времени Я бы включил Что они Могут Чудить Вот Поэтому Набирайте Не тех Кто Скажем так Точно Продавец А Откидывайте Тех Кто точно Не подходит Наверное Было бы Правильно Так Попытайтесь Отсеять На каждом Следующем Этапе Не знаю Каждую Неделю Каждый Месяц Отсеивайте Тех Кто точно Не подходит Если Его Прет Бред Ненужное Общество Ну а Зачем Он вам Григорий Он Вот этот Продавец Должен Он Чем-то Вам нравится Смотрите Если Он вам Нравится То Он Скорее Всего Понравится И Вашим Клиентам Если Он Вам Не Нравится И Вам Неприятно С Нем Работать Но Зачем Его Брать Каких Консультантов Федор Каких Именно Консультантов О Сотрудниках Контакт Центра Или О Тренерах О Чем Я Просто Конкретизируйте Пожалуйста Вопрос Допустим Есть Екатерина Допустим Есть Подряд Операторы Которые Обслуживают Звонки От Клиентов Помогают Воспользоваться Продуктом Который Уже Есть У Клиента Технически Финансово Помочь Грамотно Пользоваться Услугами Компании Смотрите Я так понимаю Что это Исходящие Звонки Попробуйте Для начала Чтобы Они Вам Сделали Тестовые Звонки И Объяснили Нечто Важное Ценное Что Клиент Мог И Использовать Но Не Использует Кстати Очень хорошая Практика Когда Практикуется На Топ Менеджерах Нет Ничего В этом Смешного Зазорного Мне кажется Это Очень Правильно Здорово Помогает Во-первых Приблизить Руководство Компании К реалиям Жизни В Контактном Центре Во-вторых Это Помогает Если Сотрудник Не боится Научился Общаться С руководителем Контакт Центра Бизнес Подразделения То Ему Не так Страшно Общаться С клиентом Потому что Он получил Подтверждение Что это В принципе Хорошо Он получил Обратную Связь Попробуйте Вот с этого Хочется надеяться Что это Вам поможет Можно ли К вам Обратиться В фейсбуке Да конечно Можно Обращайтесь В продаже На входящей Я попрошу Единственное Что Григорий Спасибо Я Григорий Кузик Попрошу Цельно Сформулировать Вопрос Потому что Мне очень Сложно Перепрыгивать Я Не могу Сконцентрироваться Думая об одном Потом об втором Третьем Поэтому Максимально Полно Постарайтесь Написать вопрос И я постараюсь По возможности Наверное Ответить Напомню Что Запись вебинара Будет доступна Всем Кто зарегистрировался Тренинг В Москве 4 2-4 июля А 23-24 июля В Казахстане Записи Разговоров Компании Global Билги Не буду утверждать Что они Скажут Вот вам Наши записи Но если Вы там Предложите Что-то Ценное Обменяться Пообщаться Как минимум Можно Они Очень Открыты Вот Поэтому Напишите Мне На Email Я Вот Мой Email Валикус2 Собачки Gmail Ком Я Сведу Вас С нужными Людьми Или В Фейсбуке Это не так Принципиально Как удержать Продажника Если пару Месяцев Он не Выходит На Минимальный Доход Какие Способы Вы Посоветуете Я Так понимаю Валерия Что Этот Человек Чем-то Важен Вам Раз Вы его Смотрите Ну Наверное Мне Нет Опять же Нет простого Нет простой пилюли Я бы слушал Конечно В первую очередь Записи разговоров Потому что Вот Записи разговоров Это как симптом Симптом То что делают Результаты Да Цифры Которые вы видите В отчетах Они всегда Вторичные Результаты Куются Во время разговора И Нужно Конечно Послушать Что и как Он делает Если вы Видите Там Какие-то Очевидные Прорехи Вы видите Зоны развития Но сядьте Пообщайтесь Дайте ему Обратную связь И обязательно Сделайте Некое Конструктивное Давление Посидите с ним Пусть он Поиспользует Те методы Которых вы Говорите Потому как Он Попробовал Раз Сразу Не получается Ничего Нормального Это Аксиома Получается Хреново Сначала Нужно Чтобы он Сделал Это Три Пять Десять Раз Пока Не начнет Получаться Немножко Лучше Поэтому Посидите Вместе С ним Пообщайтесь Посмотрите Если Есть прогресс Хвалите Если нет Возможно У вас будет Другая Для него Работа Здесь еще Есть момент Что Может быть Неправильно Выбрана Целевая Аудитория Если Это Не только По Этому Сотруднику А по Всем Всегда Бывают Ошибки В маркетинге Они Неправильно Определили Целевую Аудиторию Для Продукта Или Создали Продукт Вообще Непонятный Для Кого И Не Снабдили Вас Инструкциями Кому Этот Продукт Можно Предлагать Пример Нематериальной Мотивации Резюме Самый Лучший Пример Нематериальной Мотивации Это Вписывать Вместе С ним Навыки Его Навыки Которые Он Получает В резюме Каждый Квартал Вы Вместе С Нем Если Он Не Регирует На обратную Сность Ну а Зачем Вам Сотрудник Который Приносит Одни Непонятные Ну Вот Скажем Так Смотрите Не решив Эту Проблему Да Не Не Разрубив Ее Вы Будете Постоянно Только Грызться И Получать Все Хуже 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 Есть Такие Люди Которые Вносят Не то Чтобы Неконструктив Вносят Смуту В коллектив Они Выходят В курилку И обсуждают У нас Руководители Из песни Слов не выкинешь Чуть ли Не говно У нас Одни Дебилы Нам не руководят И так Дальше И это Все На кухне В курилке После работы И так Далее Но С такими Людьми Нужно Прощаться Если Им Не удалось Донести Вначале Не удалось Это исправить Потом То Чего Чего Ждать Собственно Говоря Мы имеем Сложность На одном Из проектов Так как Клиенты Просто Кидают Трубки После Приветствия Оператора И название Компании Варианты С приветствием Не дают Изменения Что скажете Ну Наверное Смотрите Я так понимаю Что до вас Кто-то Прошелся По ним Хорошо Понимаете Вот представьте Себе Ситуацию Вам звонит Фирма Ромашка И вас Там По телефону Насилуют Вот В прямом Смысле Вас Там Насилуют С вами Борются Не работают Вот именно А борются И В следующий раз Не знаю Через две недели Вы Я так понимаю Аутсорсер Вы звоните Клиентам Этой компании И только Представляетесь А у меня Остался неприятный Осадок Вот Я не дам Вам шанса Даже со мной Пообщаться И проблема Не в вас Не в вашем Приветствии А в том Что До вас Там Уже Кто-то Прошелся Выжженной Землей Вот Эта Тактика Выжженной Земли Когда После Нас Хоть Не расти Ничего Вы там Ничего Не словите Каким Вы гениальным И бы не были Нельзя найти Золото Там Где его Нет Вот 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 Поэтому Я бы Как минимум Приостановил Его На Некоторое Время Попробовал Возможно Через Эмейл И СМС Пусть Там Уляжется Хотя Что-то Ну Если Это Конечно Возможно Так Так Тут Спасибо Да И Вам Спасибо Смотрите По Тренингам Юрий Я вижу Что Отвечает Смотрите У нас В принципе Время Там Вышло Если Есть Вопросы Вот Мои Контакты Я Готов После Вебинара Отписать Там Фейсбуке В e-mail Пишите Пожалуйста Буду Рад Общению Ну И Хорошего Солнечного Так же Как и В Киеве Очень Жаркого Дня Помните Про Книгу Куть Торговли Вот Так Она Выглядит Она Очень Крутая Она Очень Правильная И Там Истории На Все Случа Жизни Вы Не Найдете Там Приемов Но На Уровне Философии Продаж Это Лучшая Книга Которую Я До новых встреч Все Всего Доброго Всем До свидания Коллеги Спасибо Валентин Большое Спасибо На этом Мы Наш Вебинар Заканчиваем Ждем Вас На Следующих Наших Мероприятиях Все Запись Вебинара Как мы Уже Несколько Раз Говорили До Конца Недели Мы По Электронной Почте Вам Всем Пришлем